Автоваз модернизировал систему контроля качества готовых автомобилей. Вместо уличного трека, который использовался на протяжении последних 47 лет, появилась новая испытательная трасса. Она расположена внутри главного корпуса. После сборки по тестовому участку проезжает каждый автомобиль. Здесь на дистанции 300 метров расположены искусственные препятствия и виражи. Они позволяют проверить качество сборки интерьера, а также работу основных систем и агрегатов автомобиля. Всего задействовано 8 разнообразных участков. Каждый час через трассу можно прогнать до 150 автомобилей. При этом машину гарантированно не повредят ни дорога, ни погода. Тестовый заезд не отменит проверку качества на всех этапах производства. Через процедуру промежуточных и финальных испытаний, как и прежде, проходят 100% автомобилей, выпускаемых на АвтоВАЗе. Это модели Лада, Рено и Датсун. Компания КамАЗ и Солерс планируют создать альянс. Как сообщает Интерфакс, стороны уже достигли принципиальной договоренности. Напомним, что КамАЗ является крупнейшим российским производителем грузовиков массой более 14 тонн. Группа Солерс объединяет Ульяновский автомобильный и Заволжский моторные заводы, а также имеет несколько совместных предприятий с компаниями Исузу, Мазда и Форд. По замыслу, завод Солерса в Елабуге займется серийным производством автомобилей Аурус. По некоторым данным, альянс сосредоточится на развитии новых форм потребления коммерческих автомобилей. Еще одна цель – общая цифровизация продаж и маркетинга.